Да да ты, братан, профессиональный ворюга, ты знаешь где резать. Ну что ж, надо соответствовать. Я гарантирую, это будет самое острое бритье в вашей жизни. На прочность. И этот рюкзак со мной с первого дня распаковки и по сегодняшний день служит верой и правдой. И уже прошел более, по-моему, 20 тысяч километров на гастроли. В общем, путешествовала с ним достаточно много вещь действительно годная. И здесь у меня, да, да, именно тот рюкзак, который ты видел уже у других блогеров. Кто-то говорил, что купил, приобрел, кто-то говорит, что просто прислали для ознакомления. Да, напиши в комментариях, мне очень интересно, у кого же появился видосик с этим рюкзаком первым, да? Но конкретно мне этот рюкзачок прислал магазин Мэд Роботс для проверки, скажем, действительно ли он такой прочный. М? Давай смотреть. Кстати, очень хорошая коробка. Мне как владельцу бомжи Xiaomi прям зайдет, я люблю коробки. Чик! Так. Упаковано все, прям, вот начиная от коробки, заканчивая всякими пакетиками. И здесь у нас еще... Так, здесь у нас три бирки на одной нарисован, значит, чувачок-антивор. Сейчас мы это все проверим, конечно. Инструкция о том, как пользоваться, значит, нашим замком встроенным. Так, у нас тут Integrate Lock. Вот, собственно, все фишки нашего рюкзака. Это встроенный замок, у нас есть сетка, в которую чувак каску положил. Ну, это, например, для тех, кто на велосипеде ездит. Либо просто мяч баскетбольный, футбольный можно упаковать. Скручивающийся роллтоп-замок. Крутые лямки и тому подобное. Непрорезаемый, влаготалкивающиеся педали. А, и самая важная штука. Это, конечно же, скретч-код, который только на подлинных рюкзаках XD Design. Собственно, вы протираете эту штучку до кода, забиваете на сайте, проверяете. Если все тип-топ, ваш оригинальный рюкзак у вас в руках. Итак, рюкзак. Внешний рюкзак очень похож на мешок. Но не спешите обманываться. Этот мешок не такой уж и простой мешок. Кстати, ткань не простая. Ну ткань, да, но она не чувствуется как простая ткань. Вот как это объяснить? В общем, ощущения довольно интересные. Относительно отсеков. Здесь один-единственный отсек, в котором имеется несколько отделов, где у нас находится отдел под ноутбук, скорее всего, под какие-то документы, и два сетчатых кармашка. Интересно... Да, никакого USB-гнезда нет. Следовательно, пауэрбанку мы сюда не подключим. Но это печально, на самом деле, жаль. Что по спине? На спине у нас имеется ручка, за которой мы будем держать наш рюкзак в руках. В случае, если мы снимаем его со спины. Имеются лямки. Лямки довольно хорошие, упругие. Имеют нормальную форму. Также у нас здесь имеется тот самый кармашек, который был и в предыдущей версии. Но! В предыдущей версии... В предыдущей версии здесь молнии не было, что это проездной какой-то билетик. В общем, отсюда у меня порой вылетала карточка. И я это успевал заметить в тот момент, когда оно просто вышло. Иногда, иногда я видел, люди даже теряли это дело. В интернете я видел в комментариях. Здесь же, чуваки, всё это дело пофиксили. Молодцы! Это нужная вещь! На второй лямке такой штуки нет. Здесь у нас имеется тренчик, за которым можно прицепить какую-нибудь блютуз-колонку. Те же очки, чехол с очками на клипсе там или ещё там. Ну, обычно колоночку можно прицепить. Там, не знаю, джибель-клип, либо Т2, Т4. Ну, в общем, любую маленькую портативную колонку. Далее. Сзади имеется пропоролоненная из нормального плотного материала спина и... И... Вот такой вот потайной, тот самый карман, который я обожаю сюда класть в документы. Потому что стырить его с любого другого места могут спокойно. А этот карман у вас прилегает к пояснице. И сюда, кстати, можно также ключики вот на такой вот маленький карабинчик зацепить. Удобно, практически, молодцы! Так же проходит вот та самая штука, которая позволяет нам зацепить на чемодан туриста. Собственно, вот так посадить на рукоятку, которая выдвигающаяся. Удобно? Да, удобно! И в этой версии рюкзака чуваки пофиксили ту проблему, о которой говорили многие пользователи. А конкретно, быстродоступность бутылки с водой. Вот! Теперь это здесь дело есть. А чё я колонку сюда запихал? Бутылка с водой, с водой так с водой, бутылка так бутылка. Так! И в комплекте также имеется та самая сетка, которая цепляется на тыльник нашего рюкзака. Как вы уже видели, можно туда тот же шлем велосипедный, либо мяч. Ну давайте прицепим. А вот это молодцы! Не надо ничего продевать, всё на крючках. Прям замечтательно! Во! Вместимость? Ну да, здесь как раз тот самый мяч и зайдёт. Либо... Либо... Либо вместо шлема или мяча сюда можно уложить спокойно, как в моём случае, мастерку. Либо какую-нибудь толстопку, не занимая внутреннего пространства нашего рюкзака. Удобно, да вполне себе. Жарк, снял, повесил, всё, шикарно! И вот так выглядит данный рюкзачок, если мы его набьём нашим стаффом, нашими всякими шмотками, относительно застёжки Rolltop. Поначалу подумал, блин, это неудобно, молния, лучше, но на самом деле ничего сложного здесь нет. То есть вот так вот раскрывается, залезли, что-то там ваше взяли спокойненько, закрыли, делайте следующее. Раз, два и три. Всё! Он у вас закрыт, и ещё и кодовый замок у вас здесь, все педали. Ну что, я помню, под прошлым видосиком, с краш-тестом предыдущей версии XD Design Бобика, вы мне написали, что да ты, братан, профессиональный ворюга, ты знаешь где резать. Ну что ж, надо соответствовать. А когда прогоним фрицов, будет время, будем бриться. Бриться, стричься, наряжаться. С милкой целоваться. Режем? Режем. Теперь моя рука завершена. Запомните раз и навсегда, никакими канцелярскими ножами и не дай бог скальпелями вам не будут резать ваш рюкзак. Только вот такими штуками, ну либо заточенными монетками. По крайней мере я такое видел в передачах там. Ну я сам не режу, ну хороший же писать, профессиональный резун или кто там у тебя. В общем, поехали. Так просто? Я чуть-чуть ударил. Ладушки, ладушки, отложим мою бритву. Да, я сегодня, кстати, и побрился. Ничего так нормально? Щечки так блестят. Возьмем обычный нож. Базара нет. От ножа... Ничего не происходит. То есть... Ножом не порежешь. То есть вы видите, ножом не режется. Но я вам, как вы уже сказали, профессиональный резун, карманник или кто, я вам еще раз повторяюсь. Эти штуки резались и всегда будут резаться вот такими делами. Демонстрация номер два. Слабый удар, я не сильно бью. То есть вот, вот моя рука. Вот он, замаха никакого нет. Всё. Ну вот так. Я бы с радостью хотел, чтобы этот рюкзак был непрорезаемым, но... Моя бритва, которую я еще даже не выводил на ремне, я не знаю сколько... До месяц я к ней не прикасался, чтобы её вывести. То есть она у меня в том состоянии, в котором... В обычном, то есть я не выводил. Окей. Просто легкий... Слегонько проведем, просто без ударов, чтобы как будто бы человек ничего не чувствует. Да. Легким движением не режется. Ещё раз. С небольшим надавливанием. Да. Не прорезается. Абсолютно. То есть, лёгкая, лёгкая, вот еле прикасаясь, то есть вот я... Не режется. Обычным ножом и бритвой затупленной этот рюкзак действительно не режется. Но! Но! Если всё-таки у карманника хорошо заточенная бритва, он рубанёт это очень хорошо и он прорежет. Вы сами прекрасно видели. То есть я с небольшим замахом долбанул и, собственно, первый прорез был. Второй был, но уже не такой сильный. Нож... Нож с ним ничего не сделает вообще. То есть никак. Далее. Относительно днища. Здесь днище выполнено очень внимательно к юзеру. Потому что здесь вставка, которая легко протирается тряпкой. То есть если вы этот рюкзак поставите куда-то на пол, на грязную лавку, на грязный, не знаю, асфальт. Легко протирается мокрой тряпкой. И ничего у вас не испачкается и вода не проникнет внутрь вашего рюкзака, дабы не намочить ничего внутри. Это классно. Но! Единственный вопрос. А не режется ли днище здесь? Вот такое легкое движение не прорежет, потому что здесь вот та самая пластина, в которую, вот вы видели, лезвие уперлось. То есть здесь, да. Но конкретно вот эта вещь прорежется легко. Опять же повторяюсь. Очень хорошо выверенной, вытащенной бритвой. То есть доведенной до хорошей, до нормального состояния бритвы. То есть которой бреются. Сейчас я её, конечно, затупил. Мне сейчас придется её на мелком камне выводить и опять же в кожу доводить. Ну, какой мой вердикт? А вердикт мой следующий. Это офигенный, стильный, молодежный, годный городской рюкзак. С кучей фишек, типа роллтоп замка с кодовым замком. С сеткой, куда можно уложить тот же велосипедный шлем. Футбольный, волейбольный, баскетбольный мяч. Либо какую-нибудь ветровку, куртку, либо, как в моем случае, толстовку. Стало жарко, скрутили, положили. Всё, не занимая внутреннего пространства этого рюкзака. Здесь хорошая, удобная спина. Она не проваливается, она никуда не съезжает. Здесь хорошие, действительно качественные лямки. И они упругие, здесь имеются куча карманов. Также есть поясничный карман, куда можно убрать ваши документы, смартфон, либо плеер. Протяни уши и будешь, как говорится, наслаждаться. Объем. Объем у рюкзака охрененный. Здесь также есть еще и под ноутбук, под документы и несколько карманов с сеткой. Далее, что мне здесь понравилось, то что этот рюкзак при необходимости можно увеличить его объем. Вот так вот его раскрыв. То есть эта штука уже является многофункциональной. И этот рюкзак имеет охрененный материал, который действительно не прорезается ножом. Но давайте быть честными, друзья мои. Я еще не встречал ни одного рюкзака, который невозможно было прорезать опасной бритвой. Хорошо выведенная опасная бритва. У меня еще не хорошо выведенная, я к ней не прикасался в течение месяца. Попробовал, побрился. Вот. Я не знаю, я еще не встречал, я вообще карманников просто не встречал. Но всегда во всяких новостях я вижу одно. Карманники работают опасными бритвами. Все это резать скальпелем. Да, я уже пробовал за кадром и просто это не записывал. Да, он не прорезается там все. Проткнуть можно, но порезать нет. Да. Да, ни какими там канцелярскими ножами, ни скальпелем. Вы еще кухонный нож возьмите и попробуйте. Нет, он не прорежется, да действительно. Но опасная бритва в него вошла, как вы видели, как в масло. Но рюкзак действительно годный и абы кто ножиком его просто-напросто не прорежет. Вот как-то так. Что думаешь ты относительно данного рюкзака? Пиши в комментариях под этим видео. Пока! Слушай, ну вещь-то хорошая, а? Ну вещь хорошая, ну откуда мне знать? А ты должен мне это предупредел уже! Говорил! Порежешь же! Понял? А то смотри-ка! А я тебя предупреждал! Ты че не прошел со меня! Хе-хе-хе-хе-хе! Слушай, ну а че ты как-то всё видишь делать-то? Он теперь дырявый, так знаешь что? Как педики! Ну педики дырявые уже! Ты не знал? Педики это дырявые. Это теперь написали Рыкзак педика? Кот! Да, педиковский рыкзак Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова